Привет! Это Ребор! У Доктора Гнусика вышел новый ролик, называется Что делать, если вас хотят? А дальше по ситуации Я вот думаю, интересно, это я извращенец? Или извращенец Доктора Гнуса пытается сделать извращенцев из нас? Блин, отличное просто название, как обычно, провокационное Давайте его посмотрим, этот видосик Уверен, он будет офигенный, как и обычно Погнали! Опять новая жертва? Ай-яй-яй-яй-яй Ну конечно мы вам помажем поймать мерзавца Давай! Видел кого-нибудь подозрительного? Интересно, реально кто-то подумает, что это девушка Сделай еще пару кругов и... О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Так-так-так-так Блин, луна вообще классно нарисована, мне нравится Давай, кидай быстрее ловушку Что ты? Это ловушка на привидение же Неужели она сработает на маньяков? Это второй Бедяки, их просто разворотило Да, пасно как-то не очень хорошо выходит Это мерзко Если на вас нападают и вы решили защищаться, то важно помнить, что в законе есть такое понятие, как предел допустимой самообороны Ну, да, насколько я помню, типа, если на вас нападают с ножом, вы можете тоже ответить ножом, пистолет заставать вы не имеете права Отлично, а если я не умею ножом обращаться, что мне, блять, делать? Вот, допустим, вы идёте по улице и вдруг перед вами тип с ножом выскакивает Скани мобильник, говорит он вам Вы такие, хорошо, хорошо, без проблем Сейчас достану и достаете свой травматический пистолет Не мешка и стреляете злы дню прям в грудок или упаси вас в голову Вот в таком случае вас привлекут к уголовной ответственности за нанесение увечий в процессе самообороны А я, насколько знаю, ещё связанное вот с пневматическим пистолетом Типа, если ты стреляешь, надо просто говорить, типа Я стрелял с закрытыми глазами и никуда не целился И всё, значит, всё, ты хорош Ну, может быть, я ошибаюсь, скорее всего, так оно и есть Потому что я не владею пневматикой Я, как бы, вообще ничем не владею Даже восточными единоборствами, даже, блять, пистолетом Но, мне кажется, владеть гораздо легче Ну, короче, я сижу просто дома, поэтому и слава богу Другими словами, применение пистолета будет правомерно только тогда Когда на тебя наставили пистолет, шикарно Я его достать не успею, уже выстрелят Если нападающий грозился вас убить А, да? Ладно Однако, если этому нет свидетелей, то вы никому ничего не докажете Сука, блин, ну шикарные законы Использование пистолета может прокатить ещё, если вас первого ударили Ага Правда, в этом случае, шанс на то, что у вас останутся силы достать пистолет уже не велики Ну да, блин, он расстроился, блин Мне пистолетом юбку угажали Ну как так-то, я хотел же Короче, если вы видите, что на вас хотят напасть То лучший проверенный способ Убежать? Ноги в руки и убегайте Ну да И лучше с криками Помогите! Ну да, типа это самый действенный способ По ситуации, что там с вами хотели сделать? Помогите грабить, помогите насиловать, помогите убивать, помогите хулиганы Сыреешь? Я не помню, откуда эта фраза, но я её помню Так, я хочу проверить, сможете ли пытать рукопашный отпор негодяю? Сидетки, будьте нежнее Начали! Закрытыми глазами побежал Блин, там чуваку кость просто сломали, жесть, открытый перелом Некоторых животных природа наделила серьёзными средствами самозащиты Например, морской огурец при возникновении опасности выбрасывает наружу свои кишки Фу Кишки Через задницу Ты чё, напал на меня? На, кишков пожуй, сука В этих кишках нападающий на него хищник вполне может запутаться А ещё вдовесок Блин, а как он их вернёт обратно? Эти кишки очень токсичны Фу, мерзость А люди, по-моему, едят морских огурцов Или... Мне кажется... Не помню на самом деле А вот техасская регатная ящерица способна стрелять кровью прямо из глаз Попав на слизистые неприятели, кровь вызывает раздражение и всякое желание продолжать общение с этим Ха-ха-хахахахаха Ну да, если бы на меня кто-то кэ... пэ... ту, блин... Плюнул кровью из глаз, я бы такой... Что за херня? Пойду-ка я отсюда! Колорадская жаба при Ахтунге Колорадская жаба? Я знаю только жуков Умеет выделять яд из своей кожи, которого вполне хватит убить животное размером собаку Охренеть А вот мало... А человека интересно убьёт, нет? Этот яд вызывает страшные галлюцинации, поэтому просто лизнув в жабу у хищника начинается конкретный приход. Осуждаю его на всякий случай. Ну ладно, я понял, бойцы из вас не очень. Вот почему, блин, человеку ничего не дали, как бы две руки, две ноги и всё. Можно хотя бы, я не знаю там... когти большие... не, когти большие не надо, это неэстетично. Яд было бы прикольно какой-нибудь, да? Предлагаю использовать новый вид самообороны, рухи смерти. Кто? Бойцы из вас не очень. Предлагаю использовать новый вид самообороны. Духи смерти. Духи смерти? Что это такое? Только давайте проверим сначала, насколько они эффективны. Давай. Итак, слева от вас капсула, наполненная вонью скунса. Мерзость. Кто захочет отдышаться и прийти в себя, может залезть в неё. Поверьте, это вам будет казаться лучшим решением. А сейчас в помещении, где вы стоите, будет произведён один пшик. А, я думал это будет, это и есть Духи смерти, это хорошо. Тогда, ладно. Горанжево-красная жидкость. Так. Начали! Чё, нифига? Хахахахахаха, так занюхнул. Посмотрите на этот стоп-кадр. А не, пошло-пошло-поехало. Похренеть. Отличненько, мне нравится. Вот это фонтан. Блевотный фонтан. Ул! hire захотел спастись nuhigae вот это лицо у него было ацетон самое вонючее вещество на земле угу впервые его получили двое немецких ученых в 1889м году в лаборатории при этом забыли про изоляцию в итоге площади этой замки а наружу не陳он почти 100 тысячное население города в котором располагалась лаборатория, пришлось эвакуировать Охренеть Вот это жесть Эвакуировали 100-тысячное население из-за ВОНИ Жесть, конечно Так Людей тошнило, и многие падали в обморок Главное, хотя бы не умирали Цитоны настолько сильные, что достаточно маленькой капельки и люди на расстоянии полкилометра будут разбегаться, закрыв нос Прикиньте, да? Одна капелька какой-то странной жидкости и с полкилометра вокруг этой капли будет жопа Не хотел бы я это понюхать Ну стойте спокойно, не суетитесь По последним данным мы... Чьё это за кокосы? Коньяк стал заманивать свою жертву в машину Духи взяли? Отлично Как только начнёт приставать, брызгайтесь духами Так Так они же тоже будут это чувствовать О, зодиак Надо фильм, кстати, посмотреть по нему, так и не глянул Убийца по прозвищу зодиак, который орудовал в США в конце 60-х годов 20-го века Знаменитый стал тем, что отправлял в местные газеты зашифрованные послания Для сообща, что если расшифровать все его сообщения то полиция сможет сразу установить его личность и поймать На расшифровку некоторых писем ушло 15 лет В настоящий момент расшифрованы почти все письма, кроме двух последних Блин, что до сих пор не узнали, кто это? На данном этапе никакой информации о его личностях в письмах не нашли Блин, вот это умный чувак, оказывается Так же, как и не нашли его самого О, а тут уже клюет Духи, духи используй Блин, нахер ты ее кинул, как гранату Вот, срабатывала Только я же говорил, на себя надо было врызнуть Зачем на себя, чтобы они тоже, блин, облевались Они на маньяка Ладно, сколько ты в него блехнул? Че, прям весь флакон? Ну, капец Все, хана городу О, пошло, пошло, поехало А маньяк-то кто, блин? Мне интересно же было на него посмотреть Поймали, где бы он такой вонючка спрятался, когда его даже мухи сторонились Ну, а что насчет моего нового вида самообороны? Так Не знаю, я вот вижу только одни плюсы Нет, по-моему там минусов гораздо больше Не надо целиться, не нужно никуда убегать Как это целиться не надо? Нужно же пшикнуть в человека Не знаю немного Но если конечно ты пшикнешь на себя, то Ихехе, целиться не надо Ихехе Ничего не надо будет делать И ты просто будешь лежать дома и блевать Хехе А то количество негодяйов не имеет значения Пшикнул на себя разок И все Кстати, ревнивые жены и добрые соседи У нас прямо в очередь стою Духи смерти это по-старому Теперь у меня новое название Бревок жизни Доктор Нусто просто мастер придумывает новые названия Согласитесь, хорошо отражает сущность Шикарно вообще Ну конечно подумайте И главное подписывайтесь Подписываюсь Блин, не хотел бы я эту херню понюхать Ролик получился, как обычно, мега интересным Вот теперь интересно узнать, кто же такой Зодиак на самом деле И фильм надо бы посмотреть Говорят, прям очень хороший Насколько помню, там Дауни Младший снимается Надо бы глянуть обязательно Ролик офигенный Лайкусики я уже поставил А если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии С вами как всегда был Реборн, всем спасибо за просмотр, всем пока